да ладно да он сзади даже с крепежом ну по окислу по окислу видно все-таки наверно все-таки медь дымит на они серебряный вот и бомба ну вот и бомба ну ай какой красавчика за отличная стрельбу это у нас николай ребята вообще а сейчас давайте расскажу о том что отыскалась на этот раз в руки нам попалась нередкая но и не частая находка копателей знак за отличную стрельбу из винтовки один из наиболее массовых нагрудных знаков российской империи история знака началась с указа императора александра второго 1879 году объявлена в приказе по военному ведомству об установлении особого металлического знака для ношения на правой стороне груди вплощение отличных стрелков всех частей пехоты и кавалерии и для наружного их отличия до 1909 года имел одну степень изготавливался из бронзы и представлял из себя круглый диск с рельефными кругами в виде мишени с надписью по окружности за отличную стрельбу и двумя скрещенными винтовками наложенным на мишень на оборотной стороне знака имелись четыре антабки для крепления к одежде чуть позже их стало две высочайшим повелением николая 2 1909 году были введены три степени этого знака знак за отличную стрельбу нижних щенов имели три степени первая высочайшая степень состоит из вентилевого изображения имени государя императора с императорской короной наверху окруженный лентой с выпуклой надписи за отличную стрельбу вторая степень состоит из кружка желтого металла по размеру в 20 раз меньше круглые мишени с двумя перекрещенными на поверхности его винтовки из круглые выпуклые надписи того же цвета за отличную стрельбу третья степень младшая состоит из такого же кружка но только белого металла и с такой же надписью как у второй степени знаком награждались нижние чины победившие соревнования по стрельбе лучшие по стрельбе на состязание в первый раз награждался знаком за отличную стрельбу третьей степени во второй раз знаком второй степени в третий раз знаком первой степени знак положено было носить на правой стороне груди каждая степень знака присуждалась только один раз если солдат был награжден знаком двух или трех степеней он обязан был носить все эти знаки, один над другим. Количество неизвестно. Знак за отличную стрельбу из винтовки был один из самых массовых знаков в Российской империи. В силу этого невозможно даже приблизительно назвать количество изготовленных знаков. Знаки отличались видом мишени, вариантами винтовок. Наиболее ранние варианты изображались в винтовке системы Бердана на более поздних винтовке Мосина. Вот такая вот интересная находка отыскалась в ночном шурфе. Ну а сейчас возвращаемся и продолжаем искать желанные находки. А они у нас сегодня еще будут. Приятного вам просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok